Девушки отдыхают Видят ли барнаульцы угрозу для общества в таких графитчиках? Тема нашего социального эксперимента. И вот первый прохожий. Замечает художника в маске, оглядывается, но равнодушно идет дальше. А что рисуют, видели? Ну, видел, спайс. Почему они подошли, не вмешались? А что вмешиваться рисуют? Рисуют, рисуют, их не проблема. Но это же последствия для общества. Ну, я, например, не знаю, что такое спайс. Вы сейчас лукавите. Возможно. Эти парни точно знают, чем занимается художник. И спокойно проходят мимо. А вы не видите, что там пишут? Спайс, что я этим не улетаю. Это же опасно для общества. Ну, опасно. А что мы сейчас подойдем, что мы им сделаем, правильно? Я могу подойти просто, ничего не сказать. Но сейчас уже не нужно. В следующий раз подойдете? Подойду. И не заставлю все это стереть. Уже с другими мерами. Вмешаться, оказывается, несложно. Мы понимаем, что в реальной жизни граффитчик действует молниеносно. Его трудно поймать по личным. Но проблема не в этом. А в том, что остальные вполне терпимы к незаконным действиям. Мельком прочитала. А что там? Соль какая-то. Соль какая-то? Ну. На самом деле это реклама наркотиков. Вот так проходим и не подозреваем даже, что происходит. Ну, откуда я могу знать? А почему не вмешаетесь? Вот девушка стоит, там кричит. Вот девушка кричит, то есть вызывает полицию. Этого достаточно. А этот герой показал нам пример крайнего равнодушия. Покуривая сигарету, он хладнокровно прошел мимо, предпочитая ничего не замечать. Вы видели, что за записи там вообще оставляют? Не видел. Не знаете, что такое спайсы? Не знаю. Не знаете. А знаете, что реклама на асфальте в принципе запрещена? Да. Почему без участных? Да, ну. Впрочем, исключение есть. Возмущенная женщина готова вмешаться. Говорит, наблюдала за происходящим из окна. Я бы сейчас пинка давала с удовольствием прям. Тех, кому не все равно, становится больше. Спустя час находятся те, кто пытается вызвать полицию, и те, кто вмешивается, чтобы заставить подозрительных маляров стереть рекламу. Ну, я так поняла, что это реклама с пальца. Звоните, покупайте молодежи. Я здесь вся в негодовании, думаю, что я буду звонить в полицию. Ну, это ужас. Я считаю, что я в шоке стою, у меня мурашки по коже. Просто-напросто. Мне так отнесли, пока что нехорошо, ребята. Просто от того, что смотрю рекламу, пишут с пальца. Когда такое происходит, что нужно делать? Когда рисуют, когда вот так вот агитируют наркотики, я думаю, должны соответственные органы реагировать. Это мы уже, ну, как бы, не подвержены такому. А молодежь-то, она же думает, что это интересно, надо попробовать. А это же болото. Добавим, в ходе эксперимента мы использовали водорастворимую краску. Так что долго наши надписи не продержатся. Указанный телефонный номер также не существует. Общий итог. Большинство горожан предпочли не замечать подозрительных рисовальщиков в центре города. Хотя по закону рекламу на асфальте можно оценивать как акт вандализма и негативную пропаганду. Тем более, если речь идет о наркотиках. А может, нам стоит быть внимательнее? Добрый вечер. Меня зовут Алена Февраль. Только что мы посмотрели очередной выпуск проекта «Социальный эксперимент». Я предлагаю обсудить его с экспертом. У нас в гостях Илья Стрещенко, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Стоп наркотик» в Алтайском крае. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, Алена. Скажите, часто приходится сталкиваться с рекламой синтетических наркотиков у нас в городе? И как боретесь с этой проблемой? Вы знаете, на сегодняшний день эта проблема очень актуальна. Если раньше мы этого не замечали, раньше, когда я сам ходил по городу Барнаул, я не замечал этой рекламы. То есть на сегодняшний день, когда я с этим столкнулся, начал этим заниматься. И когда проходишь мимо здания, сооружения, обращаешь внимание на эти надписи, то да, действительно, я могу сказать, что сегодня эта проблема очень актуальна, потому что надписей очень много, а именно надписей сайтов, на которых продаются наркотические вещества. Если раньше у нас писали просто SPICE или другую какую-то аббревиатуру, номер телефона ICQ, то сегодня это сайты, их очень много, и именно сайты пишут на сооружениях. Как мы с этим боремся? Мы создали группу мобильную, которая сегодня по заявлениям граждан и в ходе рейдов осуществляет закраску данных надписей на сооружениях. То есть мы выходим и закрашиваем своими силами эти надписи, и стараемся это делать очень красиво и писать. Сегодня у нас есть шаблон такой «Здоровый Барнаул», то есть мы привлекаем граждан к здоровому образу жизни. Расскажите, как часто участники Вашего движения выходят в такие рейды? Сегодня мы стараемся это делать два раза в месяц, проводить такую работу, потому что мы закрашиваем сайты, хоть их и очень много, но мы закрашиваем такие объявления, они все равно появляются, потому что графически работают. Но мы выходим, закрашиваем, таким образом предотвращаем возможность потребителя связаться с продавцом. А какие еще меры предпринимаете, чтобы бороться с этой проблемой? Может быть, какую-то разъяснительную работу в школах проводите? Безусловно. Наше движение ведет сегодня работу в трех направлениях. Это законотворческая, информационно-профилактическая и оперативная. Вот как раз-таки в рамках информационно-профилактической работы, информационно-профилактического направления, мы проводим работу в учебных учреждениях города Барнаула. Это именно школы, вузы, СУЗы, институты. То есть мы выходим в аудиторию и рассказываем школьникам, студентам о нашем движении, то есть привлекаем активистов, рассказываем о вреде наркотических веществ и об ответственности, которая сегодня у нас грозит за употребление и распространение наркотического синтетического вещества. Илья, а как на Ваш взгляд, почему реклама такого характера до сих пор не вымирает? Ведь сейчас так распространены в век современных технологий гаджеты и разные мобильные приложения. Почему все-таки это так распространено на улицах города? Почему это распространено? Потому что это реклама наружная идет. То есть у нас человек, гражданин идет, видит ее на здании, на сооружении, он сразу бросается в глаза. Соответственно, поступает рефлекс, хочется позвонить, узнать, что это. Если это у нас студент или школьник, то возникает вопрос о том, что, как говорится, у нас запретный плод сладок, и появляется потребность, интерес позвонить, заказать, попробовать. Поэтому сейчас графические работают и пишут эти надписи именно для того, чтобы воздействовать на человека именно с точки зрения информационной. А вот если анализировать какую-то, я не знаю, статистику, может быть, по краю, есть какие-то данные о том, какой город или населенный пункт у нас в Крае наиболее заражен этой проблемой? Ну, вы знаете, наверное, этой проблемой сегодня у нас заражены практически все города, я бы так сказал, потому что эта проблема, она распространена, она очень обширна. Это и город Барнолу, это город Бийск, Заринск. То есть города массового скопления людей. Если брать у нас какие-то определенные районы туда, соответственно, там как-то это более-менее утихает немножечко, но все равно тоже присутствует. Если брать эту рекламу, то рассматривая на районах, например, такую рекламу мы практически не увидим. А выйдя в города именно, в массовое скопление людей, туда ее очень много. Илья, вот вы активно боретесь с рекламой наркотиков в городах, да? А в ряды участников вашего движения приходят люди, которые в прошлом сами употребляли, некогда сейчас, может быть, вот они и решили свой негативный опыт и то, что они вынесли для себя использовать для того, чтобы противостоять этой проблеме. Есть такие положительные примеры, когда лица, которые употребляли раньше наркотические вещества, приходят к нам в движение и пытаются оказать всяческую помощь по предотвращению именно распространения этих наркотиков, потому что они понимают, что это вредит в первую очередь здоровью человека. И они тоже понимают, что именно сознательные граждане, которые ушли от этого, они понимают, что это воздействие идет не только на организм человека, но это идет воздействие полностью на все общество и на все наше государство. И таким образом они приходят и помогают нам всяческими возможностями. То есть также выходят с нами в рейды, закрашивают эти надписи, покупают за свой счет краску, так же, как и все участники этого движения, предоставляют нам информацию, где возможны дилеры, кто возможен распространителем синтетических наркотиков. То есть они активно включены в наши движения и помогают нам. Их мало, но они есть. Илья, а можете порекомендовать нашим зрителям, что делать, если ты становишься свидетелем вот такой ситуации, видишь рекламу синтетических наркотиков прямо в городе, куда обращаться, что делать? Ну я бы посоветовал в первую очередь, видишь рекламу синтетических наркотиков, сфотографируй, отправь ее нам. У нас существует сайт ВКонтакте, группа СтопНаркотикАлтай, куда можно нам присылать сообщения не только о рекламе наркотических веществ, но также о закладках и о лицах, которые употребляют, либо о лицах, которые осуществляют именно закладки, то есть осуществляют деятельность по закладкам. То есть любую информацию, которую сегодня граждане могут сообщить нам по синтетическим наркотикам, мы все принимаем и стараемся работать в этих направлениях. Какие-то наказания по закону предусмотрены за такие деяния? Безусловно. У нас Кодекс об административных правонарушениях, статья 16.13, это пропаганда наркотических и психотропных веществ, также их прекурсоров. У нас административная ответственность для физических лиц в размере от 4 до 5 тысяч рублей с изъятием продукции и оборудования, с помощью которого изготавливалась данная продукция. То есть я хочу еще отметить, что сегодня у нас движение работает в рамках акции «Стоп марихуана». Это когда ребята выходят в центры, в магазины и смотрят продукцию с изображением семиконечной конопли, потому что сегодня у нас она является именно пропагандой такого наркотического вещества. Символом нас? Да. Фотографируют, присылают нам фотографию, а мы сообщаем уже в правоохранительные органы. Следовательно, правоохранительные органы выезжают по сообщенному нами адресу и проводят на действие. Эфирное время подходит к концу. Спасибо, что пришли к нам в студию, Илья. Я напоминаю, у нас в гостях был Илья Стрещенко, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Стоп наркотик» в Алтайском крае. Если у вас есть идеи социальных экспериментов, вы можете поделиться ими на страницах «Катунь-24» в социальных сетях. Хорошего вечера. Продолжение следует...